Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Виталий, паблик Lada Racist Club. Сегодня мы будем играть вторую свою игру, так как вам почему-то понравилась первая. Сегодня обещается больше аутизма, осадка в виде, не знаю, какой-то расовой войны между городами. Вот. Кто у нас сегодня играет? На первом слоте московский хенчман, известный свинолюб Виктор Семеновский-Скофер. Виктор? Эй, привет! Все так. На втором слоте у нас нейросеть, созданная Омском, для того, чтобы попытаться из него сбежать. Александр Кухаренко? Привет! Привет, привет, Саша. И на третьем слоте у нас Ахмед, террорист. Ну, наверное, все помнят это видео. Ахмат, брат. Ахмат, брат. Да, все так. Вот, сегодня мы играем второй пак по Малефекцию. Я постарался сделать вопросы посложнее, потому что у нас тут вот эта типа культурная элита собралась. Я вас надеюсь, что будет весело. Подписки, лайки, на бусте, вся херня. Короче, вы все сами знаете. Так, я еще раз проверю, начал ли я запись. Запись я начал. Постарался убрать ответы с экрана. Погнали. Итак, господа, устная игра. Вопросы с закрытыми ставками. Играют все. Имя пакета Малефо. Авторы Виталия Обломов, Шевцов Никита и, по-моему, еще Саша Лоскотов скидывал. Темы. Великие Малефошники. Как там ее? Какая-то имба? Киеворды? Масти? Мемесы? Минички? Нагуглил. Орлы из Орла. Пацанский цитатник. Продам за косарь. Два уха горло носа. Цифродрочь еще подсмотрю. Итак, играем первый раунд. Темы первого раунда. Я вам также поставлю на паузу и озвучу, как вы видели в первом видосе. Темы. Сейчас подсмотрю. Великие Малефошники. Ухо горло нос. Масти. О, Масти. И цифродрочь. Итак, поясняю за каждую тему. На всякий случай. Сейчас подсмотрю. На карточке будет закрыта какая-то обилка, какое-то правило. Нужно назвать, что скрыто. Великие Малефошники. Здесь, короче, кто-то, ну, какие-то известные игроки в Малефо, которых, скорее всего, вы все знаете. Они все здесь. Ну, да. Вот. Описаны какие-то заслуги. Нужно по заслугам угадать, кто это. Можно назвать по нику, можно назвать имя. Ухо горло нос. Это вопросы по лору, которые как раз мне Никита предоставил. Масти. Это вопросы про Масти. Цифродрочь. Вопрос про цифры. Я думаю, все понятно. Погнали. Так, я выбираю начинающего раунд. Давайте это будет Омская нейросеть. Александр. А давайте. Выбирайте. Давайте Малефошников за 300. Роскошно выбирай. Автор легендарного Райд Вич Ми. Игрок за гильдию. И ханчман. Отвечает Визя. Так, ну что-то уже началось. Это Сережа из Нижнего. Да, это Сережа Ксетов. Нет. Это будет изи катка для Вити. Так. Витя выбирай. Давайте Великих Малефошников за 200. Давай. Там изи катка. С секретом, к сожалению, отвечать будешь не ты. Кто будет отвечать? Я дам Ахмеду. Ахмед. Спасибо, брат. Иншала. Большой фанат покемонов, God of War и Арсений Ханчман. Это наш любимый Арсений, конечно же. Да, все так. Это Арс. Я не знаю, зачем я в скобочках дописал Арс. Как ты что-то знает. Кому знает по-другому. Камон, камон. Надеюсь, ему приятно. Арс. Так, ну давайте что-нибудь посложнее. Да, нет, выбирайте. Давайте. Сейчас посмотрю за 300. Давай. А что скрыто на карточке? А я не вижу. А шить на русско-стороннего меня. Все вижу, что скрыто. Если вы знаете, но вам нужно временно вспомнить, можете нажимать и подумать. У вас там еще полоска времени идет дополнительно. Soul Hunter был скрыт на карточке. Да кто бы знал. Ну давайте еще попробуем занавести. То же самое сейчас посмотрим. Давай, давай. Там попроще, маленько. У Манаса что скрыто на карточке? Что бы знали. Вах, вах, вах. Ну в этот раз я знал состав, поэтому брал не ваши. Минки Regeneration плюс 2. Ах ты. Хитрая жопа. Так, ладно, сейчас пойдем. Так, ну давайте. Ну я заточился, извините. Цифродрочь за 300. Давайте цифродрочь за 300. Это вопрос секретикам. Хочешь там с Твити или Саше открыть счет, немножко размочить. Нет, давай Саша. Он что, с нулем сидит. Ну да. Давайте. Саша играет. Тема цифродрочь. Стоимость 300. Именно такое количество атак с Уорд, в том числе и с триггера, максимально может выдать Хиноматсу за свою активацию без помощи других моделей. Это очень важное уточнение. Без помощи других моделей. Восемнадцать? Ну, допустим, шесть. Я хер знаю. Ну да, шесть. Легкий вопрос. Просто ткнул пальцы. Ну там, короче, считай, две атаки. Скидываешь на фларе и три анслота, короче. Вот и все. Шесть атак. А, я предположил, что она какую-то фасту может получить каким-то образом. Ну она может, но это типа воздействие других моделей. Так что забей. Давайте ухо-горло-нос за 300. Вот это что-то бэковое. Вопрос по бэку со ставкой. Ё-моё. Смотрите. Появление этого персонажа в трупе своего театра Калет объяснила так. Сейчас в городе все больше и больше молодых женщин, а нам билеты продавать надо. Назовите персонажа. Играет Саша, потому что у него единственного 300 очков было, и никто не может перебить. Это же Карлос Васкер, конечно же. О, да, это Карлос Васкер. Кстати, даже в скобочках есть. Проверьте меня на пиздобольство. Ну как меня, Никиту, потому что я золор вообще не шел. Я в Никите не сомневаюсь ни секунды вообще в этом плане. Никита хорош, да. Никита, тебе тоже сердечко. Саша, выбирай. Ну давайте ухо-горло-нос за 400 пойдем. Давай, давай. 10 граммов долго занимались вытеснением гильдии из Азии. Но во Вьетнаме их опередила другая тайная организация, подготовившая контингент некромантов при помощи специалиста из Малифоа. Назовите организацию. Ждем рамочку. Ну конечно. Так, Саша. И это двор двоих? А, блин, ответы видно было. Двор двоих, да, все так. Где было видно ответы? Да, ну типа было видно ответы на записи, короче. Ладно, позакрываю первые несколько. Все, теперь у меня отдельное окно. Раз такая пьянка пошла, ухо-горло-носы за 500, давайте. Погнали. Гильдийские департаменты в основном представлены на столе руководящим составом. Однако Леонардо Беннеттон выходить, делать схемы не спешит. Для этого есть главный редактор споритника Малифо. Какой департамент возглавляет Беннеттон? Ждем рамку. Как говорила моя преподавательница Лесрук. Департамент по связям с общественностью. Ну за 500, да, так-то сложновато. Ну распределял я, если что, поэтому я отталкивался от того, насколько мне сложно было бы ответить на эти вопросы. Тестовой группы, к сожалению, у меня нет. Хотя можно пытать Катю, но это как-нибудь в следующий раз. Выбирай, Саш. Давайте продолжим за 200. Хорошо, этот персонаж хранил в морозилке комнаты от ДХЦ гильдейского анклава отрезанную голову, потому что мог. Назовите этого персонажа. Отвечает Витя, он успел нажать первым. Это Дуглус Макморнинг. That's fucking right. Именно он. Это что? Тоже еще. Так, Витя, тогда теперь ты выбираешь. Давайте добьем уху горлоноса за 100. Давай. Куда устраивалась работать Кирайан Коку во дворце генерал-губернатора? По-моему, самый излишний вопрос. В садовнице? Да, в сад. Садовницей. Короче, смотри, после того, как нажимаешь кнопку ответить, подожди, пока я твое имя назову, а то, может быть, просто просаг, так скажем, попадешь в него. Вот. Выбирай. Ну, давайте Малифошников за 400. Давай. Обозревал модельки Неверборна в третьей редакции на канале Паши Сюра. Также известен тем, что проспал самолет на ложку. Отвечает Ахмед-террорист. Ну, это же, конечно, Ваня Кополох. You got them right. Выбирай. Так, ну, давайте за соточку. Тоже самое в Великой Малифошнике. Давай, там вообще изи вообще будет сейчас. Хенчпан турнира Кутурлык и Великий призыватель пауков лицо. Так, слышу кучу ударов по кнопкам. Отвечает Ахмед. Ха-ха-ха, это мой любимый хенчпан. Это Саша Межанов, конечно. Все так. Наш любимый якут. Биг якут. В скобочках большой якут. Это важно. Не путать маленьким. Давайте, выбирай. За пятихватку, но тут сейчас Витя точно ответит. Давай. Посложнее. Сильный ауткаст. На момент написания 573 в Шанксе. Из Иванова и просто скромный, приятный оппонент. Ожидаемый Витя. Это Саша Брызгалов. Да, ты прав. Это Саша Брызгалов. Витя, ты перехвати инициативу. Выбирай. Так, у нас кончились Великие Малифошники. Давайте ща посмотрю за 400. Ща подсмотрю за 400. Ну, назовите мне, пожалуйста, обилку, которая скрыта. Тут, кстати, можно догадаться. Вот в случае этой модели можно догадаться. Это достаточно, что... Give it to me. Да. Сложно. Ложно, блядь. Почему так сложно? Ну, ладно, давайте ща подсмотрю за 500. Давай. Это самый сложный вопрос, на мой взгляд. Тут тоже можно догадаться. Да, кто вообще. Это как-то лягает. Это понятно. Там нулёк какая-то наверняка. Да, я вижу ветра. IC wins, понял? О, мощно. Я готовил эту шутку два дня. Ладно. Ща посмотрю, что. Давай. Ну, тут прям изианка. Ты знал, да, кто у тебя сегодня будет играть. Я, да, догадывался. Ну, это Хатак. Никулеич в какой-нибудь. Хатак. На Хартуке. Окей, да. Хатака. Так. Ладно, что-то не пошло. Собилка. Дальше, самая сложная тема. Давайте Масти за 300. Масти за 300. Вопрос со ставочкой. На этот раз у вас есть что ставить. Витя, ставь. Номинал. Хорошо. Ахмед, будешь ли перебивать? Да, пас. Ам, пас. Гигачат из Омска. Давайте пас. Витя, играешь за номинал. Что ж. Вопрос по мне очень сложный. Эта масть обычно соответствует триггеру. Ш. Что это за триггер? Окей, давай предположим, что это маски. Ну да, это маски. Блин. Окей, ладно. А чей-то за триггер? Блин, я, 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 короче. Что-то на масках. Я забыл. Потом скажу. Ладно, давайте Масти за 200. Эта масть обычно соответствует триггеру пюрификейшн. Так. Витя. Это, по-моему, тома. Да, это тома. Ну, тут написано обычно, но вообще во всех случаях. Я на всякий случай вдруг у кого-то не на томах. Ну, там же есть какие-то всаратые модельки, у которых перепутаны Масти. Не, я просто вбивал в этом и смотрел. Окей. Именно эта масть соответствует нарративно фракции арканистов. Ахмед. Тома, конечно. Да, офкорс. Какой-то армянский английский получился. Офкорс, брат. AK-47 for everyone. Ахмед. Масти 400. Масти 400. Окей, let's play. Именно эта масть обычной колоды считается томами по актуальному рулбуку. Ну, нужно назвать масть обычной колоды. О, Доктрефа ее-то. Доктрефа, конечно. Слишком легко, я думаю. Эх, не возьмете, не возьмете. Ну, за пятихатку там развал. Все видели классик колон. За пятихатку развал. Давайте. Назовите масти всех триггеров атаки Sharp Hairpin. Модели Showgirl. Подскажу их два, давайте. Никто не хочет рисковать, это бараны и тамам. Это очень сложно. Ну, за пятихатку. Что вы хотели-то думать? Про цифры. Давайте. Давай, цифра дрочь. 400. Какая модель ауткастов называется двузначным числом? Чего, блядь? Отвечаете, Витя. Не успел. Серти-сри. Серти-сри, все так. Молодец, молодец. Ну, я слышал, тоже слышал там была борьба на кнопку. Давайте за пятьсот. За пятихатку. Назовите общий суммарный кост модели из коробки Янло Корбокс. Мастер и тотем тоже считаются. На самом деле, очень легко считается. Очень легко. Еще бы я помнил, кто там лежит в этой коробке. Смысл жизни, ребят, 42. Действительно, как же мы не догадались. По пятерке за Миньона, короче, десятка из Аму, 15 мастер и два тотем. Все очень легко. А, там же из Аму, ну ладно. Давай за 200. Ага. Назовите кост модели Гвилл. На йогу. Это резурекская модельщика из Костора. Витя? Восемь. Восемь. Все правильно. Блин. Уважание. Уважание. Последняя цифра дроч за 100. Именно такое максимальное количество Guildhound можно взять в ростер. Назовите, ну, limitation, короче. Ахмед? По-моему, четыре. По-моему, правильно. Ну, порвали, порвали. Даже никто в минус не улетел. Что-то как-то... Мы осторожны чаем. Ничего страшного. Во втором раунде будет немного посложнее, я надеюсь. На тут дату. Первый раунд был, чтобы вам набрать жирка на следующий. Вот. А сейчас будет пацанский цитатник. Нагуглил. Какая ты имба. Как там ее? И кейворды. А куда делся, Саша? Саша отключился. Потому что ты меньше всех набрал, не значит, что левача спустя. Катка говно, тему пидорасов. Как это сделать? У меня, типа, приложение, у меня сеть лаганула. Тема второго раунда. Пацанский цитатник. Вы помните, короче, я делаю скриншоты из огнетушителя? Вот. Вам будет текстом написана фраза, короче. Вам нужно будет угадать, кто ее написал. Нагуглил. Это я забил название мастера Малифо. Важно. Имя мастера Малифо в Google. Выдал какую-то картинку, я ее вставил. Угадайте, какого мастера я забил. Офигенная. Там на тысячу, короче, вопрос будет. Вы его, наверное, заберете, но будет очень весело. Какая-то имба. Короче, по описаниям обилок нужно назвать модельку. 200 относительно простая, там прям с прямым чуть ли не текстом, что это за модель. 1000, там прям максимально общие обилки будут. Как там ее? По описанию обилки, назвать обилку. Кейворды. Соответственно, назовите все кейворды, которые написаны на карточке модели. Как мы уже обсудили по прошлой игре, versatile называть не надо. Все, это не кейворды. Это Миша да мандил. Это характеристика. Да, это характеристика. Yes. Of course. Ахмет. Начинает у нас этот раунд гигачат, потому что у него меньше всего очков. Ха-ха. Так. Я не вижу тем. Кстати, о птичках. Ози. А, ну давай, статы за 200 я тебе нажму. Окей? Назовите автор от статы. Творот говно. Это, конечно же... Подожди секундочку, отвечает Саша. Это, конечно же, наш любимый Василий из Москвы. Да, Василий, иди в жопу. Вася, мы тебя очень любим, но... Вася, ну такой, сапичка, но я не доделаю его. Вот. Нормально прогрузилось? Да, все прогрузилось. Ну, все так работает. Выбирай. Давайте пойдем по цитатнику, это весело. За 400. Давай. А назовите автора цитаты, конечно, дергай на здоровье. Отвечает Витя. Это Саша Лоскутов. Все правильно. Это Сашка. Это он. Витя, выбирай. Так, ну нормально, идем, давай цитатник за 600. Погнали. Назовите автора цитаты. Не хочу выглядеть снобом. Отвечает нейросети из Омска. Это Миша Попов, конечно же. Да, конечно, это он. Буквально в любой его диалог можно это вставлять. Продолжаем, продолжаем. Отлично, идем. 800. 800. Это уже вопрос с секретом. Нужно его кому-то отдать. Кого ты хочешь уничтожить? Очками. Даня, давайте Ахмеду поможем. Да, ты меня уничтожишь. Ну, ёва, ну нормально все будет. Передавай. Нажимай. Нажимай. На аватарку. А, прям на меня надо ткнуть. Да, да, да. Стоимость 800, тема та же. Назовите автора цитаты. Да нет никакой духоты? Мне интересно, знает ли кто-то еще, кроме... Вообще знает ли кто-то еще? Ну, пусть будет наш любимый Миша. Нет, к сожалению, это не Миша. Кто-нибудь ответит? Ну, ладно, это Рома. Да, я знал, что это Рома. Это сложно. Повторяю. Рома, поцелуйчики, чмавки, лавки. Так, давай, мне вот эта тема больше всего нравится. Давай, нагуглил. Давай за 600 вот так вот. Давай. Там, по-моему, вопрос со ставкой. Ух ты ж. Делайте ставку. Саша? Пожелем. Пожелем. Витя? Может, расконечешь немножко? Да, я думаю, что я тысячу поставлю. Тысячу. Ну, значит, за тысячу и будешь играть, потому что больше некому тебя перебивать. Нагуглил за косарь? Что я нагуглил? Блин, что ты нагуглил? Вот вопрос к тебе. Ну, это мастер Малифор. Мастер, мастер, так. Просто имя мастера, больше ничего. В запросе не было. Блин, какая-то планета. Вот это я влезу. Предположи что-нибудь пока. Ну, хотя бы что-то скажи. Не знаю. Паркер. Нет. Это Титания. Это, по-моему, какой-то... Спутник чего-то там, короче. Логично. Логично. Давайте попробуем на цитатнике отыграться за тысячу. Давай. А автор... Назовите автоцитаты тоже весело, но недолго и на один раз. Катя Дука. Стыдно не знать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Шейман, его что, работаете на работе? Я не понял. Так, давай, нагуглил за 800. Давай. Ну, назовите мастера, которого я загуглил. Отвечает Витя. Это Еврипид. Это Еврипид. Эх, тыщ. Все так. Интересно, что ты говоришь, кроссарь. Нагуглим за тысячу. Давай. Тут вопрос с подвохом, короче. Буквально все. Отвечает Ахмед. Ну, пускай будет Кираен Коку. Нет. Витя. Давай Юку Хамасаки. Нет. Саша. Будешь ли? Идите, нахер. А сами Танако. Осталось последний вариант. Технически там еще могла быть Мисаки, короче. Ну, ладно. Нагуглил 400. Давай. Ну, тут просто не достаточно. Отвечает. Ну, как так? Девочат. Это Гамелин. Нет, нет. Это Гамелин. Все здорово. Ну, давайте добьем, нагуглил. Нагуглил за 200? Все очень просто. Ну, кто успеет нажать, называется. Так. Я не понял ни хера, например. Я что-то не понял. Клампи ты? У меня про них мелькнуло. Да, я думал, Витя прям кнопку сотрет. Ну, ладно. Я не знаю. Это, походу, какой-то старый ситком, короче. То ли британский, то ли американский. Но я точно сейчас не буду врать, потому что сейчас меня опять зацрут в комментариях, что это... Дурацкие верды с дурацкими отсылками. Ой, Саша, у тебя осталось мало времени, чтобы выбрать вопрос. А, я что ли? Да. Давайте кейворды за 400. Кейворды за 400. Назовите все кейворды, написанные на карточке модели Тануки. Отвечается Витя. Тричи. Тричи. Судя по звукам, сзади меня кто-то прокрался. Так. Давай какая-то имба за 600. Какая-то имба за 600. Армор плюс один. Hard to kill. Ride the rails. Creative salvage. Витя. А я предположу, что это кенг. Нет, к сожалению. Это рейлворкер. Я составил мобилку с рейл, чтобы вы могли догадаться, короче. Ну, и дальше, чем это кто-то от Мэйфэнк, дальше делал. Так, хорошо. Давай какая-то имба за 800. Hard to wound, hard to kill, a natural wigger, high the dead. Что-то очень знакомо. Отвечает Саша. Рискну. Судья. Нет. Блин. Достаточно близко. Витя. Lady Justice. Нет. Да ладно. Нет. Тут, короче, вообще прикол есть большой. Это Death Marshall. Блин. Короче, у всех маршалов, вот весь набор на билок есть, кроме последней. У всех разные везде. Так. А, я, да? Да, давайте. Да, давайте им буду тыщу. За капотом тыщу. ХТВ, ХТК, a natural wigger и comdair madness. Угадайте, кто? Не-не-не, David Blaine. Не попадетесь? Ну ладно, это Forgotten Marshall. Да, есть. Так. Имба за 400. Погнали. Into Shadow, From Shadow, CherchFru и Mobile Warrior. Тут прям весь жизненный цикл описан. Ну, Misaki, наверное. Очевидно. Так, Саша уверенно вырывается вперед. Да. Харбал. Вижу, выбирает вопрос. Ну, им было за 200. Давай. I got my teddy, misery, pouns и manipulative. Очень простенько. Отвечает GigaChat. Это... Как его? Дьявола. Baby Kate. Baby Kate. Все так. Мне почему-то всегда хочется взять песню группы EFI. MidiKate называется. Baby Kate. Ладно, забей. Опять я проигурую. Желкейш. Да, еще успеется. Кейворды шишот. Кейворды за 600. Назовите все кейворды, написанные на карточке этой модели. Ракетир. Отвечает... Класс. Так. Это же Кавалер. Кавалер. Это этот новый кейворд. Харль Тетюля. Саша. Кейворды 200. Хорошо. Вопрос с секретиком. Надо кого-то это... Саботировать этим вопросиком. Ахмед, давайте. А он... Хотите его утопить максимально? Я понял. За 200 та же самая тема. Всякие кейворды, которые написаны на карточке Soulstone, Майнер. Ну, этот... Ням-ням-ням. Их два. Да я понимаю. Там один Мамин, Трикси. И... Второй? Второй... Чем-то... Этого... Господи... Как вы че-то... Подскажите, ребята. Я мужчина. Мертвый, мертвый. Мертвый кейворд. Я не помню. Ну, короче, второй кейворд это... Машина. Машина, потому что... Точно. 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 Да. Вот. Ну, а теперь ты выбираешь вопросик. А теперь я сейчас выберу. Да, вон, что-то кейворды 800. Кейворды за 800. Все кейворды, которые написаны на карточке Кимшира. Тактикана. А я знаю. Так. Отвечает Гигачок. Так, сейчас надо очень аккуратно. Давай. Мерценари. Это легко. И Ancestor. Да? Да. Я хотел, чтобы ты искал ретейнер, и я нажал на нет, но, к сожалению. Вот так все произошло. Выбирай, Саша. Ну, за косарь кейворды. Кейворды за косарь. Ну, назовите все кейворды, написанные на карточке этой модели. Ясу Нори. Блядь. Риле сложно. Отвечает Витя. А у него нет кейвордов. Да, все правильно. Кейворды. Да, кейворды. Он версатил же, да, у нас? Да, он просто ворсантайл. Я вообще удивился, когда видел, что у него просто нет кейвордов никаких. Да, он ни конь, ни они. Давайте, как там ее 600. Тему, которую мы старательно обходим. Хорошо. Models engaged by this model cannot target other models with attack actions. Блин. Нет. Так, все-таки Витя хочет. Кот в кольце. Хорошая. Все правильно. Выбирай Витю. Как там ее 800? Давай. If this cruise leader is a henchman and the same faction as this model, when hiring, this model cost is treated as zero. Я думаю, все поняли, чья это обилка. Но как она называется, Саша? Helping Hand. Да, это Helping Hand. Дима там сидит еще в ахуе просто. Нет, я название не понимаю. Я не помню ни хрена. Саша, выбирай. Давай, касай. Ребята меня разнесут. Хорошо. Once per turn. Before this model would flip a card, it may look at the top card of its head deck and may discard it. Да ну нафиг. Ахмед? Это интуиция, но нет, конечно. Но нет, это не интуиция. Гигачат? Это Wellwurst. Да, это Wellwurst. Посмотрите на него. Я буквально играл на турнире последнюю игру против этой херни. Э, напомни, чья это обилка? Я вот что-то уже сказал. Это библиотека. Да, это библиотека, точно. Погнали дальше. Саша, выбирай. Как ее 400? Как там ее за 400? После того, как моделька... After model within this model's engagement range fails the VP дуэль, this model heals one. Отвечает Витя. Фидон Фирс. Да, Фидон Фирс. Как там ее? За 200, последний вопрос. Reduce all mad damage this model suffers from shockwave pulse and blast. Эффектs to zero. Отвечает Гигачат. Так. Это у тебя все время... Blast resistant? Нет, это не Blast resistant. Давай, я рискну. Давай. Причем он эвазив. Да, это эвазив. Ты прав. Я вспомнил. Хорош. Ты стремительно выбираешься из минусов. Осталось еще... Еще чуть-чуть дожать. Ничего, в третьем раунде дорогие вопросы. Да, в третьем раунде можешь буквально ответить на один вопрос и выйти в ноль. Но я так просто не сдамся, потому что продам за косарь. Орлы из орла. Ухо-горлонос 2. Минички. И мемесы. Еее. Итак, поясняю за каждую тему очень оперативно. Продам за косарь. Будет написан мастер из титульной коробки. Нужно назвать второго мастера, который лежит в титульной коробке. Орлы из орла. По нескольким игрокам с Лонгшенкса нужно будет назвать команду, в которой они состоят. Если что, я брал информацию с последнего тирана, чтобы, ну, типа, все было более-менее актуально. Команду в смысле город или название команды? Нужно название команды именно нашел. Да. Это важное уточнение. Ухо-горлонос 2. Понятно. Вопросы по лорчику еще. Пять штучек от Никиты. Минички. Кстати, это Саша Лоскутов предложил частично. Вопросы про миниатюрки. Мемесы. Там будут мемы, короче. О них будут черными квадратами, что-то закрыто. Нужно сказать, что закрыто. С черным квадратом. Вот. И, пожалуй, мы, наверное, погоним. Я жду от Ахмеда выбора вопросов. Давайте минички за 900. Минички за 900. Это вопрос со ставочкой. Естественно, ты берешь по номиналу. Будут ли остальные джентльменские не забирать этот вопрос, чтобы ты отыгрался? Да, я пасанул. Саша? Я тоже пасанул. Да что вы такие, я сейчас чуть ниже упаду. Минички за 900. И скольки деталей собирается Вич? Хороший вопрос. Из одной детали. Он и есть деталь. Да. Это одна деталь. Прекрасно. Спасибо вам за отличный ответ. Спасибо ребятам за джентльменство. Выбирай. Так, ну давайте, ну давайте по миничкам дальше пойдемте. 600. Минички за 600. Какая игровая миниатюра второй редакции выпускалась в металле? Важно, игровая миниатюра. Саша? Это Silent Night, он же Alt Killjoy. Да, все правильно, Silent Night. А Викторий? А Роза Джебсон? Неважно, ответил Саша, все нормально. Это был вопрос от Саши Лоскутова, если что, я ничего не знаю, мои руки чисты. Саша, давай. Давай минички за 300. Минички за 300. Титул какого гильдейского мастера лежит в парном стартере The Other Side? Ну, возможно, это не стартер, но неважно. Отвечает Ахмед. Ну, там же Дошель, которая, там вот эта женская его версия. Так, погоди секундочку, ты говоришь про Саманту Трейс? Да, 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 Саманта Трейс, это же Дошель. Секунду, я посмотрю, в какой коробке она лежит. Она не лежит, она не лежит. Она отдельно лежит. Да? Она отдельно, да. У нее одна лежит. Я сейчас быстро посмотрю, может вдруг Дима прав, я это просто не смотрел. Да, она в отдельной коробке лежит, сорян. Так, запускаем дальше. К сожалению, нет, это не она. Отвечает Витя. Это Соня Крит? Да, Соня Крит на маске. Конечно, точно, там же Соня. Да, там Соня и Кирай. Да. Ну, давайте миннички 1200. Миннички 1200. Какой фракционный стартер вышел первым? Саша? Ауткастер же? Да, да. Нет. Нет? Уху, мы тоже хотим их ответить. Витя? Тогда общество. Нет. Точно нет. Ну, сейчас. В смысле? Боё. Это вот прям неправда-неправда-неправда. Правда-неправда-неправда? Это очень неправда. Сорян, если что, я вот этот вопрос конкретно не проверял, он от Саши. Мой вопрос был только вот за три соточки, так что уж извините. Ну, ладно. Нет, ну, он реально, короче, первыми выходило либо общество, либо вот... Ну, точно вот Каффа, мы рады. Ну, возможно, вопрос как-то неправильно сформулирован. Может быть, там, в третьей редакции, там, не знаю, что-то такое. Нет, всё было. Надо было просто поставить так. Какой стартер лучшей фракции вышел первым? Витя, выбирай. Тогда минички за полторы. Давай, минички за полторы. Назовите как минимум шесть тотемов, стоящих на базе 50 миллиметров. Блать. Я написал специально как минимум, потому что тут их в семь написано. Лорд Чемпи Битс, Бонасу, Вахан Грин Дарк, Скирьё, Полтергейст, Софья Сверейн. Сможем. Ладно, хорошо. Давайте Ухо-Горлонос за 900. Ухо-Горлонос за 900. Вопрос с секретиком. Ну, Ахмеду, конечно. Да, вы че угараете? Давай, это отвечает. Прочитима-то. У тебя нет права на ошибку. У тебя права запрещает. Лор, лор. Когда Зарай догадала Виктории на картах во время её найма, она невольно приоткрыла наёмнице, что в её задаче имеет место некий заговор трёх сестёр. Какую карту она при этом выложила? Ну, очевидно, три маски. Да, абсолютно верно. Легчайший выход в ноль от Ахмеда. Давай, добивай. Это очень круто. Давайте мемиться, ребят. Давайте за 600. Давай. Что скрыто чёрным квадратиком? Я очень люблю этот мем. Кто-то улетел в фальстарт. Ну, это гигачат. Ну, давай. А, он и есть. А я успел из фальстарта вернуться. Там же Кенди. Да, лицо Кенди. Ну, да, да. Ну, да, да. Вот сейчас я её узнал. Саша, выбирай. Ну, раз начали. Мемико 900. Мемико 900. Посмотрите на название Ростера. Она немножко подскажет, возможно. Витя. Там Энджелайс везде. Точно, я в этом тоже подумал. Кстати, первый вариант, где ещё стоимость не отредактировал. Окей. Давайте за 1200 мемис. Хорошо. Ну, тут достаточно просто, если вы шарите за нижегородский лор. Витя. Это Минька Арканистов. Да, Минька Арканистов. Я уже рассказывал про этот мемовс, поэтому не буду сильно повторяться. Короче, у нас там один человек просто покупал Миньки Арканистов. За 300 мемис и пахнем. Давай. Всё очень просто. Можно просто догадаться. Почему я не знаю этого мемиса? Витя. Не вижу ничего смешного. Да, всё так и есть. Действительно. Смешной. Да. Так, давайте мемисы за полторы. Мемы за полторы. Вопрос со ставкой. Ну, номинал. Вперёд, ребята. Тут неискушённых знатоков мемов. Нужно прям, да. Пас. Рискуем. Да. И так играет гигачат за 1600. Тот, кто делает это с моей куклы вуду, остановись. Что закрыто. Я же этот мем делал. Там бутылка пиваса, это пивозавр, нет? Ну, типа да, это пивозавр, гури, короче, в финальном варианте. Повезло, повезло. Вопрос пришёл адресату. Саша, выбирай. Давайте Орлов за 600. Давайте Орлов за 600. Ну что, Ахмеду по традиции? Я на всякий случай напомню, нужно назвать название команды по игрокам. Ну... Если назову неправильно чьи-то фамилии, блядь, извините, пожалуйста, я всех игроков просто не знаю. Давай. Давай. И меня полностью. Давай. Вот такой, несложный вопросик на самом деле. За неправильный ответ. Плаг на ЦОМте. Александр Сишиков, наверное, я не знаю. Там надо название команды, да. Название команды. Тиран, я не знаю, я не знаю. Вот сейчас мы узнаем, кто сидит на Лукшанксе. Да. Они с этой командой регались на Тирана на последнее время. Нет, ну... Название такое, ну, ворное, короче. Мне понравилось прям. Иглс, ёпта. Иглс? Нет, к сожалению, это не Иглс, а название команды Битвы Фэнтези. Нет, я не знаю. Хорошо. Выбирайте дальше, Ахмед. Теперь я могу. Давай, парадам закасали, ты что? Это... Тут будет написано, Минька одного из мастеров. Нужно назвать второго, который лежит в титульной коробке. Сейчас вылезем. Давай, давай. На ноль. А саммит Анака, кто с ней лежит? Я там плавал. Отвечает Витя. Там дример инсомник. Да, все так. Витя, выбирай. Так, давайте, Орлы из Орла за 900. Давай. Виталий Абрамов, Роман Самойлов, Алексей Козлов. Отвечает Саша. Лада Рейсис Клаб. Да, вот это я знал, да. Да. Если бы ты ответил неправильно, он типа, ну... Оборачивайся, Малист. Я не знаю. Дисконнект сразу все уходи, да. Просто минус 7-600 очков. Вот это все. Давай, выбирай дальше, Саша. Косарь за 900. Косарь за 900. Рева картина с Luminary. Ёбаной, поговори. Че, таск? Ну, там же... Да, да, да. Ай! Ты меня же желай. Обоним больше, Таск. Саша, выбирай, никогда не ответил. Ну, продам за 1200, давайте дальше. Тут уже ставочку надо оформить. Ну, номинал. Давай, Витя. Давай 1300. Давай. Саша. А если ты? Нет. Хорошо, играет с кофер за 1300. А Чарльз Хоффман? Инвентар. Да, блядь. А вот это... А, так, подожди. Чарльз Хоффман Инвентар. С ним должен быть Леведькус. Нет, не Леведькус, нифига. Давай, еще раз. Давай, у тебя последняя секунда. А что там за миг-то с ним? Ё-моё. А я знаю. А я не знаю. Ну, сейчас, Витя, ты говоришь, не знаю. Я тебе начну. Ахмед, ответь, если знаешь. Это, ну, Фаншель. Да, Фаншель. А, блин, Фаншель. Не Леведькус. Там же этот... Метуллургист же. Все так. Так, ладно, хорошо. Продам за полторы, заказать. Давай. По названию коробки назовите обоих мастеров. Selfmade. Отвечает Саша. Это МакМорнинг и это МакКейп. Да, все так. Хорош. МакКейп и МакМорнинг там лежит. А что за третья моделька, помнишь? Носок. 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 Носок, да-да-да. Давай, тогда выбирай. Ну, давайте добьем. Люциус Матизон Дизонор Бо. По-моему, самый простой вопрос. Отвечает Саша. Там эти лежали, детишки Нексуса. Да, Нексус Ваннурмане. Это оно. Саша, выбирай. Орлы за 300. Погнали. Очень простой вопрос. Кирилл Говязин, Дима Киорков, Олег Зимаков, Арсений Берри, Дмитрий Рыбкин. Кто просто успеет нажать? Витя? Это Айграч Муску Крю. Абсолютно верно. Ну, было бы стыдно, если ты не угадал, конечно. Ну, конечно. Ну, оно и за 300. Давай выбирай. Так. Орлы из Орла за 1200. Давай. Михаил Попов, Иван Зарембо. Витя? Это Мистер Маунтанс. Малифокс, мафия, да. Малифокс. Доктор Малифокс. Так. Ну, добьем Орлов. Да, я тут специально одного игрока убрал. Артем Старов. Денис Алюшин, наверное, я, честно, не знаю, извини. Я помню, что за команда, я не помню название. Название Thunderbusters. Ох, ех. Самара. Ну, типа, у них просто какой-то, на мой взгляд, самое такое сложно запоминаемое название. Вообще, вообще неочевидное, да. Давай ухо-корло-нос за 1200. Погнали. Это прекрасное времяпривождение. Сочетает игру в 21, распитие спиртного и стрельбу из пистолетов, что ценят аристократы и дегенераты, то есть наемники и гремлины. Как называется эта игра? Кто-то фальстартнул. Это буллет, она же пуля. Все так. Пуля. С пруфами в скобочках. Да. Так. За полторы. За полторы. Дэмиана Ревенкрофта за склонность к накоплению артефактов и знаний прозвали Мэгпай, что можно перевести как сороком. Калет изящно обыграл это прозвище, сравнив с птицей и себя, и сказав, что многие будут рады, если им подрежут крылья. Какой птицей назвалась Калет? Я читал этот рассказ, но вообще-то все читали. Голубка. Логично. Я бы принял Голубь, что-нибудь еще. За 1500. На этот раз, я надеюсь, меня не будут врагать за распределение сложности вопросов. Нет, тут отлично все прям. Давай за 600. За 600. Чертеж машины под названием Хантер – это имущество гильдии. Но коррупция такая коррупция, его копии расплатились с одним подозрительным наемником. Собранную машину, названную скрепи, можно найти в домике рядом со свалкой. Кому она принадлежит? Половина ответа есть в вопросе. Отвечает Саша. Ты вот сейчас последней фразой меня... Ну, давай, давай, хорошо, просто не опирайся. Леветикусу похер со свалкой. Да, Леветикус. Ну, тут просто есть такие наемники. Наемник. Ну, за 300, короче. Наведенное из Шизула заклятие шаманов не изменило этого Нефилима. Так же, как и его родичей. Уже на тот момент он был очень стар. О каком Нефилиме идет речь? Разбили кто-то кнопку на клавиатуре. Витя. Это Касторе. Касторе. Кастор. Касторочный. Так. Смотрите, у нас сейчас финальный раунд будет. Я предлагаю начислить Ахмеду бонусные баллы. Спасибо. Которые вы копили. Однозначно. Так, сейчас. Хоп. Хоп. Левосочки 10. 10 вообще. Давай соточку ему на отыгрыш начислим. Вдруг вы там все вобанкнете со всей силы. Вот. Короче, напоминаю на всякий случай, как играется финал. Будет куча тем. По сути, я оставил все темы с прошлого раза. Только одну новую добавил. Вы по очереди убираете тема, которая вам не нравится. Остается одна. Ее вы играете. Все. Я думаю, тут все понятно. Итак, играем в финал. Давай, в финалочку. Подсказочка. Используйте комментарий к тебе, чтобы... Выбирайте темы, которые вы хотите выбросить. Так, я первый, да? Так, ну давайте Let's Em Drink. Let's Em Drink убрали. Математика. Математику убрали. Апгрейды давайте убрали. Апгрейды ушли. Которка поднимется на Новорборна Розенбаума, да? Чистушки. Чистушки убрали. Ну е-мое. Простой вопрос. Простой вопрос мы не хотим. Просто не будет. Все такое вкусное. Все такое вкусное. Давайте... А вот тебе. Всем сразу присутствуй. Теперь, Саша, озирайся. Остался Кубок Тирана. Играть будете эту тему. Делайте вашу ставку, пожалуйста. Смотрите, ответы на этот вопрос, пожалуйста, пришлите мне ВКонтакте. И, ну, я надеюсь, что вы всю игру не подглядывали. И сейчас тоже не будете. Потому что достаточно много дается времени на размышления. Вот. Как там? Фейерплей, вся фигня. Да, сейчас будет... Ждем ставку от Саши только. Ставки сделаны. Ставок больше нет. Играем вопрос. Кто занял пятое место на Кубке Тирана 2023 года? Время на размышления. Вопросы и ответы все мне в личку ВКонтакте, пожалуйста. Именно мне. Ни в Канфу, там ни в какую. Осталось где-то треть времени. Так, ребят, я рекомендую уже отправить ответы на этот вопрос. Я поставил пару еще. Еще вот прям немножечко подожду. Вот, пожалуйста, напишите мне ответы. Так, по-моему, так. Так. Пока не вижу уведомляшек от вас. Так, и тебя отправят вообще. Я думал. Не знаю. А, я же самолетик включил, точно. Да, да, я отправил тебе. Все, хорошо. Я просто смотрю, что-то в уведомлении нет, блин. Что-то все нахер-то пошло. Так, все, мне все прислали. Итак, погнали разруливать интрижку. Так, кто занял пятое место на Кубке Тирана 2023? Где мои окошки? Секунду. Чпаньк. Итак, Ахмед ответил. Ахмед ответил Кирилл Говязин. Нет. А вот и нет. Он ответил Арсений. Это неправильный ответ. Банч. Дальше. Что у нас тут? Витя ответил Кирилл Говязин. Это правильный ответ. Ставка 5,899. Нормально. И Саша ответил Говязин с упростительным знаком. Это, соответственно, правильный ответ. Ну, в следующий раз без упростительного знака. Пожалуйста, Никон. Вот. Если вы сами сомневаетесь. Я предположил. Вот. Я помню, что Кирилл не залез высоко. И с перевесом в 300 одно очко победил Александр Кухаренко из славного города Омска, с которого он никогда не выберется. Итак, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки. Ребята, спасибо вам большое за игру. Надеюсь, было весело. Да, было круто. Спасибо. В следующий раз буду внимательнее в этом присланные вопросы проверять. Вот. Но, в целом, вроде, все в порядке. Да. Давайте пока. Пока.